Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я предлагаю вам вместе со мной приготовить финский завтрак. Мы будем готовить типичный, традиционный финский бутерброд под названием порилайнин. Для его приготовления нам понадобятся хлеб, у меня серый и белый, немного сыра, огурчик, зелень, ветчина, а также немного горчицы и совсем немного майонеза. Для того, чтобы начать приготовление этого бутерброда, нам необходимо разогреть сковородку. Я буду использовать сковороду-гриль. Она имеет вот такие вот насечки и при поджаривании наших хлебушек получит такой интересный аппетитный узор. Немного оливкового масла на сковородку. Распределяем. В принципе, можно обойтись и без него, но мне кажется, что оливковое масло все-таки еще немножечко такого своеобразного аромата придаст. Сковорода должна прогреться. На ней мы будем поджаривать наш хлеб. Сегодня для контраста я сделаю один бутерброд из белого хлеба, один из серого. И еще мы порежем ветчину. Пластинками примерно толщиной где-то 3-4 миллиметра. Ее мы тоже поджарим. Сковорода немного разогрелась. Можно отправлять на нее наш хлеб. И сюда же ветчину, чтобы не терять время. Как правило, утром на приготовление завтрака совсем мало времени. Иногда мы жертвуем этим временем. И не завтракаем, и очень неправильно делаем. Для приготовления традиционного финского бутерброда нам нужно приготовить соус. Для него используем зеленый лук. Мелко его нарубим. Сюда же пойдет один чесночок. Его можно либо натереть, либо очень меленько нарезать. Я предпочитаю резать. Тогда все-таки аромат более сильный и четкий. Чесночок тоже пойдет у нас в соус. Не забываем поглядывать на сковороду. И проверять, как тут хлеб и ветчина. Можно немножечко прибавить огонь. Как только на хлебе появятся узоры от ребер сковородки, сразу переворачиваем. А пока готовим соус. Нарубленный лук и чеснок перекладываем с досточки. Сюда же отправим майонез. Буквально 3 чайные ложки. И хорошенечко перемешаем. Соус для наших финских бутербродов готов. Тем временем обратимся к сковороде. Еще немного. И можно будет переворачивать. Пока поджаривается хлеб, мы займемся огурчиком. Для пары бутербродов достаточно половинки небольшого огурчика. Его необходимо нарезать тонкими колечками. Если есть свежий огурчик, замечательно. Если нет, можно заменить маринованным. Посмотрим, что у нас происходит на сковороде. Еще нет. Долго разогревается. Такие бутерброды надо подавать к столу теплыми сразу после приготовления. Начинаем собирать финские бутерброды. Одну часть промазываем соусом, напомню, в состав которого. Вошли майонез, лук и чеснок. Далее укладываем огурчик. Следом отправляется ветчина. Далее она немного поджарилась. Смотрите, какие красивые, интересные узоры получились. И вот хлеб подрумянился. Верхнюю часть бутерброда мы слегка смазываем горчицей. Но по вкусу. Если не любите этот продукт, можно обойтись и без него. накрываем сверху. И еще немного горчицы на темный хлеб. бутерброды собрали. Огурчик тоже пригодится для украшения и создания настроения. у нас есть еще один помидорчик. Немного ярких красок. и зелени сюда же. Ну что, очень быстро приготовили мы традиционный финский бутерброд Пори Лайнин. Приятного аппетита и отличного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова